Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 8 июля. Покажу, как у меня опылился виноградник. И еще раз поговорим с вами о нормировке гроздями на примере Аркадий. В этом году у нас цветение сильно задержало. С опылением кое-где были проблемы. Но, в общем-то, не все так плохо. Сейчас мы проходимся сорта прибалтийской селекции. Вот это ядвига галюнаса. В общем-то, довольно неплохо опылилась. И здесь висят гроздочки лепсны. Потом она ягодку подольет. Тоже довольно неплохо. Вот это красивые гроздочки в Ордовы. Паланга немножко отстает. Свенсен Рэд. Здесь, конечно, видны горошки на грозди. Ну, ничего страшного. Он нальет ягоду и гроздь будет хорошая, красивая, полноценная. Здесь лора только недавно отцвела. Ну, пока что не совсем понятно, насколько хорошо. То есть, возможно, что будет какой-то горох. Ну, по крайней мере, осыпания никакого нет. И специально ничего мы не делали для нее, чтобы она лучше опылялась. Здесь реформ, как всегда, без проблем. Гроздья-супаги. Но они у нее всегда такие рыхлые. И рядышком с Симоне, в принципе, у него тоже всегда такие рыхлые гроздья. Изилгу я вам уже показывала. Я потом еще вставлю маленький кусочек опыления в теплице. Там были проблемы. Возможно, где-то будут повторения в речи, потому что я его снимала гораздо раньше. Сейчас вставлю в ролик. Ну, покажу, что было там и какие проблемы с опылением там были. Это у нас атаман Крайнова. Его первое плодоношение. Смотрите, как он шикарно опылился. Но на что хочу обратить внимание. Я уже говорила вам об этом в ролике про цветение. Смотрите. Вот она ягодка. То есть, был цветочек, который не сбросил свой колпачок. Опыление произошло внутри. И сейчас ягодка этот колпачок сбросит. Вот смотрите, здесь такая же ситуация. Это Антоний Великий уже. Тоже вот. У нас такая же ягодка с не сбросившимся колпачком. И когда вы видите, что у вас опылилось все плохо, то надо искать в первую очередь причину. Видите, вот тоже маленькие ягодки. Вот они. С плохо сбросившимся колпачком. Вот она и отвалилась. То есть, мы можем видеть, как нормальные ягоды даже при... Неправильно спадающие колпачки. Мы можем видеть недоразвитые ягоды. И мы можем видеть совсем отсыхающие. Вот смотрите, здесь у нас практически высохшая гроздь. И мы видим... То есть, тут ягод не будет совсем. Что колпачки. Они остались. Они остались на грозди. То есть, вот это произошло именно потому, что были неблагоприятные погодные условия. И что бы мы ни делали, как бы мы ни прищипывали верхушки, направляя питание, все равно есть проблема именно в этом. На это повлиять мы никак не можем. Конечно, есть сорта как бы более подвержены этому эффекту. Кто-то подвержен менее. Вот видите, есть практически вот такие пустые грозди. Пару ягод буквально завязалось. Несмотря на то, что питания растению хватало. Во время цветения были шикарные погодные условия. То есть, тепло, влажность, все факторы были соблюдены. Но вот такой имеем результат. Ну и сейчас здесь уже вот так наливается ягода. И вот теперь мы идем к Аркадии. Уже ягодка начала наливаться. И четко видно, как бы, результаты опыления. Не просто вот как на лоре бубочки. А четко видно, какие ягодки наливаются. Именно в этот момент ее хорошо и удобно нормировать. Почему я выбрала Аркадию? Аркадия сорт крупноплодный. Кто-то жалуется, что Аркадия может не вызревать лоза. Кто-то жалуется, что не совсем она хорошо созревает. Вот как раз таки с ней может быть все связано с нагрузкой. То есть, если нагрузка высока, то ягода получается не очень красивая, достаточно мелкая. Может не созревать вовремя. И могут быть проблемы с созреванием лозы. Ну, скажу так, что наша Аркадия растет очень хорошо. Здесь, конечно, не только она. Но вот крайние ее побеги практически доросли до верха. Чуть-чуть им осталось. Растет она хорошо. В прошлом году самая максимальная грозь была 1,6 кг. Мы у нее оставляли по одной грозди на побег. Точно так же оставим и в этом. Потому что, повторюсь, растет она у нас хорошо. И смотрите. Выдала она 2 грозди. Часто рекомендуют, когда нормируют урожаем до цветения. Я, кстати, много раз об этом говорила. Убирать гроздь верхнюю. А теперь смотрим. Вот какая у нас гроздь нижняя. И вот какая у нас гроздь верхняя. Выводы очевидны. То есть мы сейчас убираем худшую гроздь. В данном случае нижнюю. Следующий побег. То же самое. Смотрите. Верхняя гроздь. Вот какая хорошая, красивая. А нижняя так себе. Опять же мы убираем нижнюю. Если бы мы сделали это до опыления, то могли бы оставить, скажем так, худшую гроздь. Ну, напомню. Аркадия сорт крупноплодный. Если она, например, растет не очень хорошо, либо у вас какие-то не очень хорошие условия, можно оставлять через гроздь. То есть на одном побеге убираем все грозди, на втором оставляем. Ну, выбираем лучше. Таким образом вы получите и вызревание лозы, и хорошее созревание ягоды, и более крупную гроздь. Она дотянет. Если же вам будет жалко, вы будете оставлять все. Вы получите больше гроздей, но более мелкие ягоды, менее красивые, при этом, может быть, даже не такие вкусные. Так что душите свою внутреннюю жабку и убирайте все лишнее, поскольку растение, оно в таком случае себя пронормирует, скажем так, само. Потому что у Аркадии возможности для этого очень большие, и выдавать грозди она может очень большие. Если же по каким-то причинам она у вас совсем плохо растет, либо другой такой крупноплодный сорт, то тогда вы можете на один плодоносящий побег оставлять даже два холостых. То есть смотрите по развитию растения. Я вам уже говорила в другом видео, если вы, допустим, уже пронормировали гроздями, и потом видите вот такие побеги, вот смотрите, вот эти там высоко, а этот приблизительно на середине, у него верхушка распрямлена, это значит, что рост у него остановился. То есть с такого побега однозначно гроздь надо убирать, все грозди. Потому что у хорошо растущего побега верхушка должна быть вот такой, вот как закручены. Ну, конечно, у сильно растущих сортов, напомню, тех же прибалтов, вот и зилга у меня, четыре грозди на побег она выдает. Очень много ей в этом году места на шпалере, вон давно она уже переросла в верхнюю проволоку. Тут мы ничего убирать не будем, потому что этот урожай она прекрасно вытянет в хороших кондициях. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты.